День Города Быть готовыми! У Федеральной службы судебных приставов прошли инструкторско-методические занятия. Сохраняем культуру языка, как в городе отметили праздник Святых Кирилла и Мефодия. 180 сообщений в год, столько фиксируют случаев пропажи детей в Рязани. 25 мая – День пропавших детей. Сегодня у всех школьников страны последний звонок. Прозвучал он и для почти 2400 учащихся 11 классов рязанских школ. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях города. Старшеклассников поздравили руководители структурных подразделений администрации города. Школа – это маленькое государство со своими законами, в основе которых справедливость и строгость. С этих слов в том или ином виде началась торжественная линейка во всех школах Рязани. Выпускников в этом году почти 2400. И для каждого из них сегодня звучат слова с поздравлениями, в том числе и от властей. В 36-й школе зачитали письмо с пожеланиями от мэра. Позади 11 лет ученых. Вспоминать эти диновения каждый будет свой. Но в душе осталось навсегда. Родители переживают сегодняшнее событие особенно эмоционально. Чтобы чуть снизить особую эмоциональность, выпускников всегда поддерживают малыши в колоритных народных костюмах. А потом наступает время главных слов для учителей. Спасибо вам за слово, за науку, за тягший дух осилинных озон, за тот звонок, что привлечал нас в углу, за светлый мир и вечный сердце зон. А вообще, конечно, выпускники этого года, ребята, особенные. Мир меняется, наша страна тоже, по крайней мере, хочется так думать. Но именно от этих мальчишек и девчонок зависит, по какому пути пойдет государство. Все только в их руках. И надо думать, ребята это прекрасно понимают. Для многих стран мира 25 мая – это международный день пропавших детей. Отчет идет 79-го года. Тогда в США пропал 6-летний школьник. Искали его, и правда, всем миром. Найти так и не удалось. В России же, по статистике поисковых отрядов, ежегодно пропадают почти 40 тысяч детей. И каждой пропажей занимается Следственный комитет вместе с другими ведомствами. Перед беседой заместитель руководителя отдела криминалистики Сергей Личинин положил на стол три фотографии. На каждой пропавшей без вести. В центре фото Александра Захаркина. Пропал еще в 95-м. Последний раз замечен в московском районе города. Сейчас этому парню исполнилось бы 44 года. Только фотография уже совсем старая. Но все еще висит на сайте Следственного комитета. Надежд найти не оставляют. Девушка, вот насколько я помню, в вечернее время прогуливалась с подругой. Потом они разошлись. Пошли по домам. И вот с того периода они тоже ничего не известно. И молодой человек, там тоже такая же ситуация. Он в вечернее время прогуливался со своими друзьями в компании. И опять же, возвращаясь домой, до дома он не дошел. На сайте Следственного комитета 17 фотографий пропавших без вести подростков со всей России. Мало ли приведет нелегкое и в наш регион. А с поиском пропавших детей в регионе ситуация обстоит так. Находят 90% потеряшек. Если взять весь 2021 год, то у нас было зарегистрировано порядка 140 сообщений о безвестном очевидении несовершеннолетних лиц. Большая часть из них была установлена. Вместе с тем, в прошлом году было возбуждено 5 уголовных дел. По трем из которых лица были найдены. А по двум подростки стали жертвами преступления. Ежегодно правоохранители региона фиксируют от 100 до 180 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. По статистике, треть из них уходит в никуда сами. Большую часть возвращают в первые сутки. Как правило, бегут они из спецучреждений. Типичный портрет такого стаера. Подросток 14-17 лет. Сергей Личинин говорит, что некоторые бегают и по три раза за год. Как детдомовские, так и домашние. Паниковать или ждать чего-то не нужно, говорят следователи. Обращаться необходимо сразу же. Как только вы поняли, что вы не знаете, где ваш ребенок находится, он не выходит с вами на связь, сразу же обращайтесь в правоохранительные органы по данному факту. Поскольку порой потерянное время чревато тем, что ребенка просто могут не спасти. Если ребенок попал в какую-то серьезную ситуацию. Рассказали и алгоритм поиска, и с какими службами следователи ведут взаимодействие. Все эти вопросы мы обсудили в программе «Городские встречи» с Сергеем Личининым, заместителем руководителя отдела криминалистики Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Премьера уже на этой неделе. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». А судебные приставы сегодня снова крутили злоумышленников. Причем в одном из эпизодов в этой роли выступила и наша съемочная группа. На самом деле это было инструкторское методическое занятие. Как говорится, никаких скучных лекций. Все по делу и наглядно. Ситуация не рядовая, однако, говорят приставы, вполне жизненная. Истец намерен показать судье, как он считает важные документы. Получив отказ, мужчина бросается в атаку. Один пристав уводит нарушителя, другой судью. Только скорее не под, а за руки. Эвакуируют в безопасное место. Для детального разбора ситуацию могут повторить. Времени хватает. И хоть за 21 год нападения на судей не было, готовым нужно быть всегда. Это только одна из десяти точек на инструкторско-методическом занятии. К занятиям привлекаются руководители структурных подразделений, старшие судебные приставы. Здесь присутствуют все начальники структурных подразделений управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области. Другая учебная точка – соблюдение пропускного режима. Здесь тоже есть свой злоумышленник, на котором основные моменты и отрабатывают. Если человек в федеральном розыске, если проносит через рамку металлодетектор оружие, весь порядок действий расскажут от и до. Нашей съемочной группе разрешили внести талику разнообразия. В этот раз участникам занятий судебных приставов разрешили стать и журналистом. Учебная точка номер один – пропускной режим в здание суда. Попробуем пройти через рамки металлодетектора вот с этим предметом. Пистолет, правда, мне выдали все же учебный. Мало ли что. Прячу во внутренний карман пиджака и пытаюсь проникнуть в здание суда. Куда именно я положил оружие, сотрудники не знают. Будут работать тщательно, но обещали аккуратно. На входе показывают документы. А на вопрос, есть ли запрещенные предметы, на главру. И пытаюсь пройти внутрь. Получилось не очень. Каждый день, на вас сработала рамка, пожалуйста, выложите металлический на стол. Выкладываю телефон на стол и жду проверки металлодетектором. Он срабатывает даже на металлическую пряжку пальто. А на пистолет и подавно. Он здесь выключил. Пистолет! Сработали и правда аккуратно. Но реальным злоумышленникам говорят, пощады не будет. Да и нет их. Вроде. Благодаря таким спецам за прошлый год выявлено больше трех с половиной тысяч попыток пронести запрещенку в здание суда. В 160 эпизодах это было огнестрельное оружие. Приставы сразу пояснили, что речь идет об оружии разрешенном, табельном. Но даже полицейским и сотрудникам ЧОП проходить внутрь нужно с пустой кобурой. Это тоже ежедневная практика. Осмотр зала перед заседанием. Если предмет находят, сразу же доклад. И в том случае, если он не взрывоопасный, поиск продолжают. И так наглядно на каждом учебном месте. Чтобы по окончанию слушатели, они же руководители, выстроили работу на своих местах правильно. А здесь, в районном суде, собрались сотрудники со всей Рязанской области. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. День славянской письменности и культуры, он же День Святых Кирилла и Мефодия, праздник традиционно российский. Приурочен ко Дню Святых Равноапостольных Братьев. О праздничных и познавательных мероприятиях этого дня расскажем далее. Альбина Астахова такое редкое издание трогает впервые. Как полагается, в отделе редкой книги ей и одноклассникам выдали белые перчатки, чтобы не повредить флианты. Это тревога бережливая. Самому старому изданию здесь почти 400 лет. Мне больше всего сегодня понравилась история от экскурсовода про немецкого офицера, который сохранил Библию и попросил русского офицера передать ее и сохранить в том виде, в котором она попала в руки. Также мне еще понравилась наша экскурсия тем, что экскурсовод рассказал очень много фактов из русской истории и именно из истории славянской письменности. В епархиальную библиотеку преподаватели региональных школ обращаются часто. В день славянской письменности экскурсию провели для ребят из 40-й школы. Книги здесь разного жанра и направлений. Богослужебные, литература по истории церкви, описание святых мест и монастырей. Книгу надо вот ее увидеть, надо ощутить. И слава Богу, что есть такая библиотека в городе. Вот мы с этим кружком приехали, мы вошли в храм, звонили колокола. Звонил колокол. Это вообще было чудо какое-то необыкновенное. Традиционный концерт в честь Дня славянской письменности прошел в филармонии. На сцене известны рязанские коллективы. В зале сотни гостей. Один из самых ярких моментов выступления Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Со сцены звучали слова о важности сохранения духовно-нравственных ценностей, общности языка и культуры. С речью выступил и митрополит Рязанский, и Михайловский Марк. И наша задача, как носители русского языка, изучать русский язык, изучать его духовное богатство. И самое главное, передавать его молодому поколению, чтобы молодые русские люди, употребляя русский язык, были знакомы, понимали все его духовное богатство и всю его духовную мощь и силу. На сцене выступили артисты областной филармонии, ансамбли культурного центра ОМВД России по Рязанской области и Рязанского государственного медицинского университета. Программу концерта посвятили истории становления славянской письменности и культуры. Футболисты клуба «Рязань» наконец-то прервали неудачную для себя пятиматчевую безголевую серию в регулярном чемпионате. Но вряд ли гостевую встречу со «Строгино» нашим спортсменам можно занести себе в актив. И все из-за результата. Этого гола рязанские болельщики ждали без малого 470 минут. Ровно столько подопечные Дмитрия Сережкина безрезультатно штурмовали ворота своих соперников. Но в гостевом матче со «Строгино» откладывать в долгий ящик забитый мяч рязанцы не стали. И начали с кавалерийского наскока. Уже на четвертой минуте гости, они в белом, могли открывать счет. Но мяч застрял в чистокуле ног хозяев. Да и вообще бодрое начало матча обещало много забитых мячей. Гол назревал. И забили его рязанцы. Быстрый розыгрыш «Стандарта» нашел в штрафной площади Дмитрия Наговицына. И нападающий гостей отправил мяч четко в угол. 0-1. Забили гол. Долгожданный. К сожалению, еще несколько моментов не забили. Но были вынуждены сделать замены в перерыве. К сожалению, структура сломалась. Те ребята, которые вышли на замену. Не то, что не поддержали, не усилили, как должны были. Ослабили его, на мой взгляд. Во втором тайме хозяева выровняли игру и все чаще стали проникать в штрафную резание. Но в завершающей стадии распоряжались мячом неудачно. Строгинцы терпели и ждали своего часа. Их время пришлось на заключительную 10-минутку матча. В течение 4-х минут они дважды заставили капитулировать Леонида Балаганского. И закончили матч с приятными для себя цифрами. 2-1. Это уже момент, наверное, в спортивной психологии. Когда команда наша, в нашем случае, минус один. И выступает по счету. И тут какая-то, наверное, доля риска. Имеет право на жизнь. И поэтому иногда, может, даже не оправданно, но большим числом шли атаковать. Ну и лишь вот это удалось как-то результативно сыграть в атаке и закончить удачно матч. После этого поражения Рязань в турнирной таблице по-прежнему на предпоследнем месте. До конца чемпионата три матча, два из которых домашние. Время поправить положение еще есть. Максим Васильев, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.